Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог Наши Дети.ру Сегодня я бы хотела затронуть такую злободневную тему под названием Яжмать! В интернете хватает роликов со стороны яжматерей и со стороны так называемых child-free и child-хейтеров. Child-хейтеров мы оставим позади. Но что касается лично меня, то людей, ненавидящих детей, я встречала мало, единицы. И это были молодые девушки до 20 лет. Знаете, из серии, когда в сторону ребенка кидают столько фразы типа «Уберите от меня, запью!» Другие дамы из категории child-free мне также встречались, но уже в гораздо большем количестве – это, как правило, бездетный брак. Причем чаще даже не брак, а сожительство, которое раньше в простонародье называли блядством. Вот именно та категория девушек, чаще всего не имея печати в паспорте, также не имея детей. Именно они пишут гневные отзывы о матерях, снимают ролики для ютуба с хэштегом «Яжмать». Я склонна полагать, что это банальная зависть. У меня есть любимое определение про зависть, взятое у Шпенгауэра. Кому интересно, я оставлю его в комментарии полностью. Сейчас приведу только фрагмент. Завистник изо всех сил старается не допустить появления превосходства над собой ни в какой форме, ни в какой ситуации. Если все же появляются те, кто его превосходит, он старается смешать их с грязью, критикует сверхмерно, изрыгает сарказм и клевету, словно жаба, плюющаяся ядом из своего укрытия. В какой-то мере я считаю, что child-free чувствует, что рядом с ними находятся девушки, имеющие аналогичные достижения в этом же возрасте, из той же социальной прослойки, но также имеющие плюсов детей. И если уж такая женщина считает материнство достижением, то как раз таки завистник будет стараться умолить это достижение, а то и смешать с грязью, выдавая фразы типа «Я тоже женщина, у меня тоже есть матка, могу родить в любой момент». Как раз таки это утверждение спорно. Вопрос даже не в том, что матка может послать тебя в любой момент, не дождавшись, пока твои мозги, карьера, успех созреют. Спросите у своих матерей, какое главное их достижение в жизни. Может быть, тогда вы сделаете выводы? Или задумаетесь, почему с годами мамы 30-летних бездетных девиц так сильно сокрушаются, что у них до сих пор нету внуков? Может, потому что все ваши достижения станут неважны? Ведь вы будете, как пустоцвет, который вырос, цвел, радовал глаз окружающих, но не дал урожая и был выдернут с корнем, забыт, а то и обкакан последними словами за несбывшейся надеждой. А на его место посадили нормальный плодоносный росток. Вообще, продолжая рассуждать на тему «Я ж мать», могу сказать, что моя жизнь однозначно поделилась на два этапа. Первый – это до рождения ребенка, когда я, скорее всего, рассуждала так, как девицы из категории «child free». И второй этап – это после рождения, когда я стала понимать всех тех женщин, которые имеют детей. Ведь раньше я их действительно недопонимала. Это как разные, как две разные жизни. В первом браке у меня не было детей. Я вышла замуж очень рано, в 19 лет. Скорее всего, потому что родители меня как-то не научили, что можно сказать «нет» после того, как тебе сделали предложение. И брак был недолгим, три года. Затем мы разбились. Так вот, когда я сыграла свадьбу, меня просто замучили вопросы «На каком я сроке? Беременна ли я?» И очень сильно удивлялись, когда узнавали, что я не беременна. А некоторые с такой иронией выслушивали мать и думали «Угу, кого ты обманываешь?» Прошел год. Прошел год. Я не родила. Тогда те, кто меня не видел долгое время и узнавал, что у меня нет детей, очень удивлялись. «Ты же замужем? Почему у вас нет детей? Ты что, не поможешь?» Именно такие люди заставляют семейную пару переходить в состояние «чайлдфри», а то и «чайлдхейд». Им будто хочется доказать «Я вышла замуж по любви, а не по залету, как ты». А хуже всего, когда я развелась, стали эти догадки, что это все из-за бесплодного брака. Блин, в 19 лет я хотела иметь второй Sony PlayStation, «На никак не детей». Прошел еще год моей разведенной жизни, и на меня стали смотреть, как на бу-товар. 22 года, 22 года, в разводе, детей нет. Слушать это уже становилось невыносимо. Я вообще всегда старалась не зависеть от чужого мнения, но это просто выматывает каждому объяснять, почему я еще не готова стать мамой. Ладно, буду более краткой. спустя еще два года я вышла второй раз замуж в любви и родила ребенка, так как к 24 годам я уже созрела. Мне казалось, что это самый оптимальный возраст для моего материнства, хотя где-то в глубине души сидел такой червячок, который говорил мне, что все еще рано, с чем ты это сделал. Ну, спасибо моему мужу, если бы не он, то я бы, наверное, и в 24 года так бы не решила стать мамой. Ну, что же я услышала в роддоме? В роддоме стояла группа молодых мамочек, это от 17 до 19 лет, и вот одна из таких 18-летних спрашивает других, а кому сколько лет, какой у них ребенок по счету, окей, и 19-летняя отговорит ей, что у нее первый. Так вот тогда 18-летняя всклицает, как поздно? Я тогда подумала о себе и сразу решила, ну, что я-то вообще старый, пень в 24 года вернула первенца. Наверное, это была моя первая встреча с женщинами из категории «Я же мать». Но, несмотря на этот короткий инцидент, мне больше вспоминается другая представительница слабого пола, которая афишировала свой живот и всю свою беременность как знамя, как своеобразный пропуск другой мир для получения зачетов и экзаменов в институте. Я сама снисходительно отношусь к беременным и молодым мамам, так как токсикоз, усталость, гормональная перестройка. Попробуй, потаскай в себе целого человека. Но эта девушка прямым текстом говорила, что ничего делать, готовить, учить, читать она не будет. Ведь она беременна, поэтому ей не позволено все нужно. Вот именно из-за таких представителей мне кажется и получилось вообще это комичное слово яжмать. Но вернемся к нашим женщинам, которых я называю яжсматкой. так вот любым прикрытием в пользу отказа от детей у них идет материальная составляющая или карьера. Но давайте посмотрим правде в глаза. По сути зачем им нужно все деньги или карьера, чтобы такие же девушки им завидовали, а парни восхищались ими, захлебывались, слюной. Свой страх навсегда остаться в категории яж с маткой перекрываю таким заезженными фразами. Мне нужно всего добиться. Встать на ноги. Я могу родить в любой момент. Нет, не в любой. Матка вам дана в аренду и к сожалению не на очень длительный срок. Плюс еще с годами яйцеклетки накапливают разные мутации и даже если получится заберемене, то какое потомство вы получите в свой зажиточный дом? Чтобы все ваши заработанные средства и достижения смажутся одним некрасивым фактом. родила урода или ребенка с отклонением, неполноценного ребенка. А родить скорее всего женщина яж с маткой не может, потому что боится и не умеет. Все время ей будет казаться, что слишком рано, я еще не всего добилась. Почему боится? да потому что родить это целая эпопея, которая делает из девушки женщину. Сначала нужно зачать. Бесконечные аборты в прошлом или там заболевания передающиеся половым путем они могут сделать свое дело, что даже зачатие станет проблемой. Затем ребеночка нужно выносить. Я помню, когда мне приходилось через каждые две остановки на маршрутном такси выходить, чтобы поблевать, пока едешь на работу, начинаешь понимать, что беременность это не так просто. А потом роды, о, для каждой женщины это своя история, есть что вспомнить, на чем говорить, но отбросим цветочки впереди созревают ягодки, бесконечные ночи, после родовая депрессия, потом засанки, засранки, первые сопли, кашель, температура, срыгивание, бесконечный беспорядок в доме. Крыша может поехать даже при нормальном психическом здоровье. Поэтому говорить, что ты такая же женщина, что у тебя есть матка и сравнивать себя с уже родившей молодой мамой, это все равно, что сравнивать молодого кадета, первокурсника военной кафедры с бывалым бойцом, прошедшим несколько адских горячих точек. То есть это не правомерно. Это вам не по клубам шастать, морду свою красить и ракушку свою тешить, думая о том, что у вас есть матка, и вы можете родить любой мамой. На подсознательном уровне такая женщина, мне кажется, она просто боится столкнуться со всем тем, что я описала выше, и не выдержать, сломаться, вспомнить, как она тешилась над яжем матерями, и знать, что сама может от подобного навалившегося на нее груза материнства просто сломаться. Поэтому ей легче оставаться такая девочка колокольчика прикрываться фразами не воплощенной еще до конца карьеры. Добьюсь всего и рожу маткры есть. Причем мне кажется, что большая часть женщин с категорией child free они как раз таки знают эту правду о себе. Знают эту правду о себе. Вот и прикрываются постами про яж-мать и роликами из этой серии. Но еще хуже на мой взгляд попасть в ту категорию женщин, про которую скажут сама ничего не добилась и даже ребенка нет. Поэтому аргумент яж-мать в определенном смысле это весомый аргумент с точки зрения наверное нашей эволюции и авиационной составляющей. Потому что по-любому тот у кого есть ребенок он круче наверное того у кого ребенка нет. По биологическому смыслу по инстинкту выживания. И если вы все же сталкиваетесь с аргументом яж-мать в данном случае вам наверное легче бы просто покивать головой в ответ и победить соперника на другом поле боя. Лично я считаю что свои мечты можно исполнять как во время беременности так и при наличии ребенка а то и двух. И это будет даже гораздо более крутым достижением чем если бы вы сделали это без них. И я не считаю что родить это достижение нет. Вот воспитать адекватного человека это да. А те кто кричат что они против детей то они сами еще дети. А детство в попе играет. А дети детей рожать не должны. Самое интересное что некоторые мужчины таких великовозрастных дам без детей считают бесполезным биомусором с маткой. Ну ладно пускаться в оскорбление я не буду ситуации у женщин бывают разные. Кто знает может для таких неготовых к детям женщин упустить свой фертильный возраст это природин на руку. Ну зачем такие мотивы. Мое мнение что все женщины хотят стать мамой. Кто-то раньше кто-то позже. Все зависит от жизненных условий. Тот же дом средством на существование матери ребенка на крепкое надежное плечо. Ну а если это все есть то вопросов о том становиться мамой или нет даже не возникнет. Ну и напоследок категория я же мать бесит даже тех женщин у которых есть дети. Всем удачи. Пока.